Дума выбрала вождя. Новым председателем Рязанской городской думы стал Андрей Кашаев. Не очень как-то рязанские пенсионеры встретили день пожилого человека без энтузиазма. Аллея Малышни. В 8-й рязанской больнице высадили новые саженцы на аллее сохраненных жизней. Начнем с нового рязанского градоначальника, который взошел на местный олимп власти как раз на этой неделе. Это произошло на первом заседании городской думы нового созыва в этот четверг. Тогда же расставились по своим местам или расселись по креслам, как уж хотите, новые председатели думских комитетов. Все подробности о первом заседании думы второго созыва у Глеба Галушкина. Первое заседание Рязанской городской думы второго созыва было полностью посвящено организационным вопросам. Пленарное заседание посетил и губернатор Олег Ковалев. Он призвал народных избранников выполнять свои предвыборные обещания, а также пожелал парламентариям как можно быстрее приступить к нормотворческой деятельности. Прежде всего парламентарии выбрали себе председателя. В результате тайного голосования 35 из 39 присутствующих на заседании депутатов поддержали кандидатуру Андрея Кашаева. Андрей Кашаев до недавнего времени работал начальником управления культурой администрации Рязани. Он родился в 1973 году в Рязани. Окончил с отличием наш ПЕД-университет. Работал в 46-й школе сначала учителем английского языка, потом стал завучем. Был завкафедрой рязанского филиала МГОУ. Кандидат педагогических наук, доцент. Депутатом городской думы этого второго созыва стал по списку «Единой России». В коррупционных скандалах не замечен. Надо сказать, что перед принесением новым городоначальником присяги случился забавный эпизод. Андрей Кашаев начал читать текст, не примерив символа городской власти – золотой цепи с эмблемой Рязани. Однако его поправили старшие товарищи. Впрочем, надо отметить, что этот самый символ городской власти Андрей Кашаев носил буквально пару минут. После принятия присяги он сразу же отдал его на хранение. Видно, что новый городоначальник не привык носить массивные золотые цепи у себя на груди. Оно и хорошо. А то ведь были у нас во власти другие персонажи, привычные к этим вещам еще с 90-х. На наш взгляд, состав Думы достаточно эффективный, конструктивный, люди все работоспособные, люди адекватные. Поэтому считаю, что с этим составом нужно думать. Те задачи, которые поставил губернатор Рязанской области перед депутатским корпусом, они могут быть выполнены. Конечно, это работа даже не пяти лет, но действительно, вот это выстроить поэтапность, выстроить логику, выстроить информированность и открытость. Это, наверное, основные задачи, которые ждут от нас избирателей на начальном уже этапе. То есть каждый должен прекрасно понимать вообще, к чему мы стремимся, каково развитие. В своем вступительном слове новый глава города призывал депутатский корпус к активной и сплоченной работе. Вообще избиратели ставили основные задачи. Это и благоустройство, и жилищно-коммунальное хозяйство. Это вопросы безопасности, вопросы градостроительной деятельности, вопросы развития транспортной инфраструктуры, вопросы развития социальной сферы нашего города. А ведь, как вы понимаете, эти все вопросы, они не просто отдельные, они сами завязаны друг на другом. И если депутатский корпус будет к этим вопросам подходить именно с таких позиций, то, безусловно, мы придем к желаемому результату. Далее уже под руководством вновь избранного главы муниципалитета прошли выборы председателей думских комитетов. Председателем комитета по развитию местного соуправления и связям с общественными организациями стал Евгений Зызин. Комитета по организации работы городской думы, регламенту и депутатской этики Сергей Самарский. Комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Анатолий Суслов. Комитета по бюджету и налогам Галина Трушина. Комитета по экономическому развитию Сергей Еремин. Комитета по вопросам социальной сферы Татьяна Шарапина. Комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Андрей Савичев. Комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам Владислав Фролов. И еще через неделю должен состояться конкурс на должность главы исполнительной власти Рязани. Ну а пока временно исполняющим обязанности стал все тот же Виталий Артемов. На этой неделе наступил октябрь, а вместе с ним пришел очередной грустный праздник. Международный день пожилого человека. Сегодня в России проживает более 33 миллионов граждан пожилого возраста. По данным Министерства труда в настоящее время в экономике страны занято около 13 миллионов пенсионеров. Это составляет около 18% от общей численности занятого населения. Труженики наши, старики, работяги. А что делать? На пенсию-то не проживешь. Вот, кстати, некоторые пенсионные цифры, изъятые нами из недр интернета. Итак, средние пенсии в мире в перевозе на российские рубли. Австрия 90 тысяч, Дания 80, Финляндия 46 тысяч, Германия 41 тысяча и так далее. В день пожилых людей мы провели опрос пенсионеров встречных нашей съемочной группы на Рязанских улицах. Вопрос самый распространенный и простой. Ну как жизнь, дорогие наши дедушки-бабушки? Каково сегодня быть в России пожилым человеком? Каково сегодня живется в России так? Тяжело очень. У многих пенсионеров нет жилья. Живут на квартирах. Отдали детям, сами живут на квартирах. Пенсии не очень большие. Очень дорого лекарства. Все дорожает, все дорожает. Пенсия маленькая. Как мы живем? Так существуем, а не живем мы. Каждый живет по-своему, по своему достатку. У кого семья есть, значит им легче. У кого семей нет, конечно, похуже. Ну и вот государство должно, конечно, немножко побольше позаботиться о пожилых. Ну вот я 8500 получаю пенсию. Это хорошо, сынок? Вот ты подумай только. 8500. Ну это хорошо. Это хорошо. И все. Я, когда дети мне дают, если бы дети не давали, мне стыдно протянуть руку, что я проработал 38 лет. За 8500. Двоих детей добрых воспитал государство. Это насмешка. Хуже, чем 20 лет назад. А вот в чем хуже? В смысле материального обеспечения. В смысле много стало воровства в стране. Притом задают его первые лица государства. Вот этим стало хуже. Так что старикам везде у нас почет, но отнюдь не везде достойная старость. А вот молодым, конечно, нужна дорога. Причем с первого дыхания, с первого младенческого крика, знаменующего новую жизнь. На этой неделе в Рязани прошла очередная трогательная акция под названием «Аллеи сохраненных жизней». Рязанские врачи проводят свои, в буквальном смысле, душеспасительные беседы с мамашами, которые приходят прерывать беременность. По статистике, ежегодно удается отговорить от этого шага несколько десятков женщин. Каждую сохраненную жизнь малыша символизируют деревца, высаженные во дворе 8-й Рязанской больницы. Вот на этой неделе здесь появились новые тоненькие саженцы. Растут, шумят листовые деревья, растет и малышня тоже шумит, хохочет, радует родителей, людей, да вообще весь мир. А ведь могли они стать просто кусочком мертвой плоти по воле собственной мамы. Даже говорить об этом язык не поворачивается. Ну и не надо. Репортаж самой замечательной и самой живой аллеи продолжает программа. Трудно себе представить, что когда-то на месте этой аллеи декоративных растений был пустырь. Теперь же здесь цветущие, несмотря на холода, кусты и молодые деревья. Первые растения были посажены три года назад. И своим появлением они обязаны отнюдь не желанию облагородить территорию. За каждым из этих растений, посаженных на этой аллее, стоит чья-то непростая история. И чья-то жизнь, которая могла бы и не появиться на свет, если бы не совместные старания врачей и психологов, для которых каждая спасенная жизнь на вес золота. В этом году перед посадкой в небольшой часовне, находящейся на территории восьмой больницы, прошел праздничный молебен. Ну а потом на аллее жизни появилось 10 новых декоративных растений. 10 декоративных растений, столько именно детишек родилось у женщин, которые пришли в нашу больницу уже с оформленным документом, с наберением прервать беременность, сделать аборт. И они отказались от этого шага. В этом году у нас появились дети. Я говорю у нас, потому что мы считаем этих женщин своими. В числе женщин, решившихся на аборт, некоторое время назад оказалась Евгения. Потому что так как у меня уже есть двое детей, и сын, и дочь, и вроде как бы тяжело по нашей жизни еще родить ребенка. Но психолог меня отговорила. Ну не то, чтобы она меня отговорила, просто как бы, наверное, все-таки на подсознании я хотела еще ребенка. Ну в общем, получилось так, что я родила. Теперь ни о чем не жалею, да. Вот такая у нас дочка. Это большое чудо и счастье. На сегодняшний день Женя со своей дочкой Аленой являются постоянной участницей этой акции. Ну а ее организаторы надеются, что будущие мамы задумаются и поймут, что материнство – главное предназначение женщин. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Коротко о темах второй ее части. Встал да не так. Рязанский дорожный полицейский провели рейд по неправильным парковкам. И грянул бал. Рязанские учителя отметили профессиональный праздник в старинном стиле. Ночные бабочки, черные лесорубы и незаконная водка. В программе «Полицейский дайджест» уходящей недели. Продолжаем программу. На этой неделе в нашем городе впервые прошел бал, приуроченный к Дню Учителя. Есть сведения, что на него были приглашены почти полторы сотни педагогов региона. Учителя не только танцевали и радовались в жизни, а еще и получали награды. С учительского праздника жизни. Репортаж Ирина Ковалевой. Дамы в вечерних туалетах, мужчина во фраках. В нашем городе прошел очередной бал. Но на сей раз его присутствующие не воспитанники школы исторического танца, а педагоги. Впервые в таком необычном формате в нашей области решили отпраздновать День Учителя. Нам хотелось бы, чтобы в сегодняшнее время и история совпала. Мы хотели, чтобы наши педагоги, которые сегодня прибыли на наш учительский бал впервые в Рязанской области, чтобы они прискрепостились, чтобы они себя тоже почувствовали не учителем, а почувствовали себя в свободном полете, посмотрели, какие были танцы, поучаствовали в танцах. Может быть, у кого-то будет желание, кто-то начнет учить эти танцы. И такая традиция, я думаю, что если она понравится, она будет очень интересной здесь у нас в Рязанской области. На балу собралось около 200 педагогов, которых наградили грамотами, цветами, памятными подарками и даже научили танцевать. Виновники торжества были приятно удивлены именно такой формой ежегодного праздника. Мероприятие действительно очень необычное. Не ожидала я, что это действительно будет бал. Казалось, что просто назовут балом, а все будет, как всегда, в торжественной, традиционной обстановке. Действительно все очень красиво, необычно. Сегодня Елена Галкина получила грамоту за активное участие в профсоюзной деятельности. Нам она рассказала, что учителем мечтала стать с детства. Мечта сбылась, и в этом году ей предстоит выпустить свой первый класс. Профессию свою Елена любит, но не отрицает все ее сложности. Наверное, да, она сложна, но, возможно, она легко дается тем, кто действительно по-настоящему любит детей. Вот это вот самое главное, пожалуй, требование для человека, который хочет работать учителем и работает. Ну а самое приятное для всех педагогов в этот день – поздравление учеников. Ведь, по большому счету, именно они успехами и достижениями подтверждают гордое звание своих учителей. На этой неделе ликзанские дорожные инспекторы провели в областном центре рейд по парковкам. Ну, с одной стороны, автомобили никто не запрещал, а улицы никто не расширял. Поэтому машин все больше, а места для них все меньше. И, как говорится, так где же ему стоять? С другой стороны, у нас и так вот могут припарковаться прямо на подножии памятника Сергею Есенину. Чего же там говорить о пешеходных зонах, где, несмотря на все правила, по-прежнему хозяйничают автомобили. В рейде была Оксана Тебенихина. Любителей припарковаться под запрещающим знаком с каждым годом все больше. Некоторые, уважаемые господа, данное нарушение нарушением уже не считают. Зато сотрудники ГИБДД с их мнением не согласны. Выезжая в очередной рейд в сопровождении эвакуатора, инспекторы никогда не возвращаются с пустыми руками. А автомобиль нарушителя меняет место дислокации на специальную, оборудованную, но штрафную стоянку. За текущий период 2013 года выявлено уже и к ответственности привлечено 2283 водителя за нарушение правил остановки стоянки транспортных средств. На специализированную стоянку помещено уже 840 автомобилей. Но, однако, видят ситуацию на улицах города, мы знаем, что этих мер недостаточно. Любой автомобилист возмутится, казалось бы, законным мерам наказания. Да и куда деваться водителю, когда машину в родном городе припарковать негде. Например, сотрудники приборного завода, чтобы успеть на службу, вынуждены бросать своих любимцев в буквальном смысле. На произвол судьбы, а это сотни автомобилей. И где, скажите им, еще вставать? Вопрос. Если вы вышли, скажем так, и не обнаружили свой автомобиль, в первую очередь, не нужно писать заявление об угоне, а позвонить, скажем так, на стоянку для того, чтобы убедиться в том, что ваш автомобиль не эвакуирован. Сегодня не повезло владельцу этой «Лады». К ней эвакуатору было удобнее всего подъехать. Погрузил и уехал. А ведь куда более наглый водитель в это самое время стал причиной ДТП. Этого блюстители закона частенько не замечают. А так иногда хочется справедливости. Далее в программе полицейский дайджест недели от Глеба Галушкина. В самом начале недели, в понедельник, на площади Театральной собралось более 50 таксистов, требовавших встречи с представителями власти. Поводом к массовому сходу стал инцидент, который произошел накануне выходные. Тогда, по словам пришедших на митинг водителей, произошла драка между их коллегой и узбекским гастарбайтером. В результате таксист попал в больницу. Перевозчики требовали объективного расследования этой ситуации. На Театральную площадь поговорить с недовольными таксистами вышел министр автомобильных дорог Шаукат Ахметов. Мы хотим упорядочить работу в этой сфере. Если вся работа будет осуществляться в соответствии с теми разрешениями, которые выдает наш министерство, подождите, 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 я закончу. Если все будет упорядочено, вот такие инциденты будут исключены. На следующий день управление областной полиции прокомментировало ситуацию. На сегодняшний день проведенные проверочные мероприятия позволяют сделать вывод, что в данной ситуации имел место конфликт водителя и клиента. Также полицейские выяснили, что водитель такси не имел необходимого разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Сейчас есть сведения, что узбека, напавшего на водителя такси, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также на этой неделе рязанские полицейские провели рейды по так называемым мини-кафе. В одном из таких злачных заведений на улице Щерса стражи порядка выявили факт незаконной продажи водки без необходимых разрешений. Оперативники изъяли более 550 бутылок и отправили на экспертизу. Кстати, по словам местных жителей, эта распивочная закрылась перед выборами в Рязанскую гордуму. Однако после их проведения вновь гостеприимно распахнула свои двери. Вот и размышляют люди, а не является ли случайно какой-нибудь депутат владельцем этой рюмочной? Также для улучшения морально-нравственного облика Рязанских улиц полицейские провели профилактические рейды в Советском районе. Здесь они задержались за занятие проституцией трех молодых женщин. На ночных бабочек составили протокол об административном правонарушении. Их ожидает штраф в 2000 рублей. Полицейские сообщают, что подобные рейды будут проводить еженедельно. Ну а в Ермешинском районе полицейские задержали черных лесорубов. На автодороге близ села Мердуш стражи порядка остановили для проверки КАМАЗ, доверху груженной древесиной. Выяснилось, что водитель грузовика перевозил 32 кубометра березы без товарно-транспортной документации. В лесном массиве полицейские задержали и его подельников, двух местных жителей села. А пройдясь по этому лесу, правоохранители с поличным задержали и еще двоих нарушителей. Только они рубили не березы, а ели и сосны. Сейчас на всех лесорубов заведено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», а на водителя грузовика по статье «Кража». Теперь, как говорилось в известном фильме «Ну, за искусство» в Рязани прошла очередная народная фото-выставка под названием «Сушка». Это акция по обмену фотографиями и придумана она, была впервые реализована творческими людьми в Санкт-Петербурге. В Рязани «Сушка» фоторабот проходила уже третий раз. Несколько метров бельевой веревки, десятки прищепок и желание заявить о себе, как о фотографе. Вот такой простой алгоритм одной из самых необычных фото-акций, проводимой в нашем городе. «Сушка» впервые была организована в Санкт-Петербурге, теперь же ее проводят во многих городах России. Суть ее проста. Любой желающий может принести свои фотографии и разместить их с помощью прищепок на обычной веревке. «Это не просто получается, знаете, как мертвый музей. Мы можем взять любую понравившуюся нам фотографию и повесить взамен свою. То есть это именно фото-обмен, фото-акция». В Рязани «Сушка» прошла в третий раз и, как всегда, привлекла не один десяток фотографов, профессионалов и любителей, которые представили не меньше сотни работ на самые разнообразные темы. Это мероприятие в нашем городе любят и с удовольствием в нем участвуют. Ведь это прекрасная возможность, особенно для начинающих, рассказать о себе, как о фотографе. «Мне очень нравится, потому что здесь я могу посмотреть на других фотографов, на меня могут посмотреть, на мои работы и узнать о мне». Эта «Сушка» от всех предыдущих отличилась своим форматом. Зажигательная музыка, диджей, ведущий и множество конкурсов. Один из них проводился среди детских работ. Победители определяли зрителей, голосуя за понравившиеся фотографии с «Сушками». Больше всех «Сушек» набрали работы десятилетней Виталины, на которых главными моделями выступили ее младшие сестры. «Когда они подросли, я начала их фотографировать и этим увлеклась». Специальный приз «Фотоаппарат» наверняка подтолкнет Виталину к созданию новых работ. И вполне возможно, через несколько лет она будет участвовать в очередной «Сушке» уже в качестве профессионала. В декабрьском послании Федеральному собранию 2012 года президент Владимир Путин высказал пожелание видеть в России больше многодетных семей. Путин тогда заявил, что семья с тремя детьми должна стать нормой для нашей страны. По его словам, для этого необходимо создать благоприятные условия, в первую очередь для женщин. Чтобы они не опасались, что рождение второго и третьего ребенка закроет им путь к карьере. Ну, как и что там у нас создают эта тема отдельная. А вот многодетные семьи есть. И большинство из них живут да радуются. И, конечно, не потому, что в семейном бюджете эйфории. Такого мы что-то не видали. А просто любят друг друга. Поддерживают, помогают. Вот оно и счастье. Сегодня в программе очередной репортаж из цикла «О семьях хороших». Напомним, это совместный проект нашей телекомпании областного Министерства социальной защиты населения. Он выходит при поддержке регионального правительства. История Надежды и Игоря Шелкопляс началась 22 года назад. Они познакомились еще в Киргизии, где оба на тот момент проживали. Игорь пришел из армии и решил отпраздновать это событие с троюродным братом. На семейном торжестве в качестве подруги оказалась и Надежда, ставшая спутницей на всю жизнь. Своя какая она. Своё семейное гнездышко молодожены решили свить в Рязанской глубинке, в Клепиковском районе. Здесь родилась старшая дочка, а спустя несколько лет – еще две. Молодые были, работали. А постепенно так семья и прибавлялась. Надежда тоже воспитывалась в многодетной семье. Но рано потеряла маму и, как никто, понимает, насколько важно для девочек женское внимание и забота. Ее папа стал опорой для всех. Наверное, поэтому они с мужем до сих пор по кирпичику обустраивают дом и палисадник, украшают территорию искусственными водоемами и цветами, чтобы у дочек никогда не исчезало ощущение главного – дома, где всегда ждут и пахнет пирогами. Это тыл, мне кажется, это вообще поддержка такая. Вот ты идешь с работы, уставший домой, знаешь, что дома твои родные, детки, муж заботливый. Просто всех, как обычно, людей домой тянет, к семье. Сегодня супруги Шелкопляс готовят себя к новой роли. Старшая дочка, ей сейчас 20 лет, ожидает первенца. А значит, будет еще один повод накрыть стол и поставить манты, плов, чебуреки, морковчу. Вкусные угощения от хозяйки стали чем-то вроде культа даже для соседей, чего стоит одно Рождество. Тазами хворост пекуем, конфет мы много покупаем, денег, мелочь меняем. И вот они идут, вот это у нас уже традиция, чтобы вот из года в год. И Пасха, куличи, пасхальные яйца крашеные. Тоже вот это не то, что один-два в магазин купил, я это все пеку в большом-большом количестве, раздаю деткам. Семья хорошая очень, родители хорошие, сестры тоже. Без детства помогают друг другу. Мама строже, папа у нас сама доброта. Если мама может там наказать или чего-то, замечание сделать, то папа у нас такой более ласковый, мне кажется. Он никогда на них не ругается, всегда балует. Если что надо, мама куча вопросов, а папа все будет. Так и живут, вдохновляя друг друга на новые успехи и радуясь каждому дню, проведенному в кругу большой семьи. Ну и закончим сегодня праздничной открыткой от нашего режиссера Максима Акулина. Это, можно сказать, видеостихотворение в память о нашем любимом и незабвенном Сергею Есенине, чей 118-е день рождения Россия отмечала в этот четверг. Смотрите видео, слушайте великолепную гитару, вспоминайте и читайте стихи Есенина. Обо всем, что еще будет, мы поговорим тоже в будущей программе уже скоро, в ближайший понедельник. Хороших всем выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»